Дорогие коллеги, я думаю, мы можем, наверное, начать. 9.59. Я вижу, много уже участников собралось, поэтому мы с вами начнем наше заседание. Присоединившись, я думаю, смогут легко включиться в нашу беседу. Тема у нас эмотивность в дискурсе профессиональной коммуникации, ее лингводидактический потенциал. Я сразу должна оговориться, что профессиональная коммуникация – это очень широкое понятие, как мы все знаем, потому что все, кого я вижу, кого я знаю, это люди, профессионалы, преподаватели, которые участвуют именно в образовательном процессе студентов, которые являются специалистами не в области лингвистики по большей части, а в различных науках, различных научных направлениях и различных профессиональных областях. Поэтому, конечно, у нас будут с вами, скорее всего, разные мнения, чему я очень рада. Я призываю вас участвовать активно в обсуждении, в любой момент можно прерывать то, что я буду говорить, да, и выступать со своим мнением. У нас с вами сегодня просто такой вот обмен нашим опытом, обмен мнениями относительно того, что такое эмотивность в дискурсе профессиональной коммуникации, и как она может быть, как вот это явление можно использовать, как с этим работать, каков его лингводидактический потенциал. Роль эмоциональной сферы. Я постараюсь показать презентацию. Сейчас, если Ольга Дмитриевна мне старше... Так, Ольга Дмитриевна, у меня что-нибудь видно было? Так, сейчас еще пока ничего не видно. Не видно? Так, сейчас попробую еще раз. А вот так? Да, видно. Да, наверное, видно. Да, все отлично. Так, F5 у меня почему-то не хочется работать. Тогда пойдем просто вот так. Если вы не возражаете, когда-либо будем в этом варианте смотреть презентацию. Итак, роль эмоциональной сферы в жизни человека велика, как мы все знаем, да, и именно роль эмоциональной сферы обусловливает научную и практическую значимость очень многих исследований, и многие из них лингвистические, которые посвящены изучению эмоций. Я начну с общих каких-то вещей, оговорюсь, потому что я вижу, что аудитория у нас очень равноплановая. Кому-то хорошо эта проблематика знакома, есть молодые преподаватели, которым, может быть, хотелось бы что-то уточнить для себя. Поэтому я начну, так сказать, с базовых моментов теоретических, а потом мы уже перейдем к обсуждению практических вопросов. Итак, действительно, очень много исследований, посвященных эмотивности в лингвистике в том числе, изучаются эмоции, их природа, способы их выражения, вербализация эмоций в дискурсе. И это важно для всех, в принципе, гуманитарных наук, поскольку подобные изыскания способствуют углублению нашего понимания не только человеческой психики, но и особенностей человеческих, взаимоотношений, языка, коммуникации. Это важно и с теоретической, и с практической точки зрения. И вначале я бы все-таки хотела, хотя я, конечно, боюсь, что многим это знакомо, но все-таки мне хотелось бы разграничить понятие эмотивности и эмоциональности, потому что это тоже для нас важно. Итак, эмоциональность понимается, теоретический вопрос, но тем не менее, как инстинктивное, бессознательное, незапланированное проявление эмоций, и она сфокусирована в большей степени на самом субъекте. То есть эмоциональность – это эмоции для себя. Эмоциональность принято рассматривать как психобиологическое явление, связанное с потребностью людей приспособиться к внутренним психическим раздражителям, основной функцией его является снятие эмоционального напряжения и поддержание психического равновесия. Считается, что эмоциональность также выполняет определенные коммуникативные функции. Вот это вот нам интереснее как раз, потому что это имеет отношение к процессу обучения. Вот коммуникативная функция заключается в том, что эмоциональность несет информацию об эмоциональном состоянии субъекта, о его отношении к речевой ситуации. Во многих случаях это служит сигналом, который подтверждает правильность понимания полученной информации. «Я тебя понял», «отношусь к услышанному так же, как и ты». «Мы чувствуем с тобой одно и то же». Это эмоциональность. Эмотивность – это сознательная, запланированная демонстрация эмоций, направленная на адресатор. То есть это эмоции для других. Эмотивность – это термин, который используется в лингвистике в основном. В целом в лингвистическом научном сообществе выработалось понимание эмотивности. Мне хочется зачитать вам это определение. Оно более-менее носит универсальный характер. Эмотивность – это отражение эмоционального состояния человека на разных языковых уровнях, а также лингвистическая характеристика текста, как совокупности языковых средств, способных произвести определенные эмоциональные воздействия на рецепиенты. Это определение я нашла в одной из диссертаций. Мне кажется, оно очень подходит для нашего сегодняшнего разговора. Уровень текстовой или дискурсивной эмотивности напрямую зависит от функционального стиля текста. Традиционно эмотивность считалась свойством художественного текста. И в результате эмотивные особенности текста в других функциональных стилях оказались вне поля зрения большинства лингвистов, в том числе и тексты профессиональной коммуникации, тексты профессиональных дискурсов. Еще раз повторю, профессиональные дискурсы, мы знаем, изучаются широко, профессиональные дискурсы самых разных типов. И, конечно, эмотивность в них представлена по-разному. Я буду говорить, ограничусь вынужденно такими дискурсами, как экономический, маркетинговый, политический. Ну вот, пожалуй, и все. Но каждый раз я буду говорить, о чем идет речь. Конечно, в профессионально ориентированном дискурсе представлены произведения самых разнообразных жанров, и некоторые из них априори не предполагают наличие эмотивной составляющей. Разумеется, отсутствие в текстах эксплицитных признаков эмотивной составляющей не означает ее отсутствие в дискурсе. Вовсе нет. Мы можем взять документ любого из представленных в профессиональном дискурсе жанров, и он может быть источником как положительных, так и отрицательных эмоций. Например, если мы возьмем, скажем, содержание делового письма, коммерческую корреспонденцию, деловое письмо может вызвать радость, удовлетворение, энтузиазм, или наоборот, разочарование, недоумение, неприятие, возмущение и так далее. Но это преимущественно связано с экстралингвистическими факторами, это является предметом отдельного обсуждения. Это очень хорошо, кстати, по опыту, можно сказать, работает в ролевых играх. На этом можно построить, выстроить игру, выстроить стратегию и так далее, стратегию поведения участников. Но это не предмет нашего сегодняшнего разговора. Это уже, так сказать, затекстовое явление. Что я еще хотела бы сказать, на что обратить внимание, что эмотивность – это прагматическая категория, и это тоже важно. С одной стороны, она служит выражению эмоциональных состояний говорящего, и с другой направлена на оказание воздействия на рецепиенда. При этом, по мнению исследователей, происходит актуализация так называемого эмоциогенного потенциала языковых единиц. Эмоции управляют людьми. Эмоции, эмоциональность, эмотивность, по-разному, как мы уже видели, проявляют себя в дискуссии. В основном я буду приводить примеры из аналитических медийных статей, потому что они широко используются в практике преподавания иностранного языка как языка специальности. Итак, эмотивный компонент может быть выражен в дискуссии, то есть иметь однозначное вербальное выражение. Он может быть привнесен в профессиональный дискусс или текст его нейтральными элементами по заводству автора. Он также может подразумеваться, то есть не иметь прямого вербального выражения, но может быть связанным с эмоциональной сферой рецепиента и таким образом создавать, я бы сказала, эмоциональную ауру текста. Эмотивность в дискуссии соотносится, конечно же, это надо тоже упомянуть, с оценкой и экспрессивностью, поскольку как оценка, так и экспрессивность призваны отразить эмоции, отношения автора и в то же время направлены на рецепиента, на его чувства и на его эмоциональную сферу. Итак, выраженный компонент, вербально выраженный компонент, выраженный эмотивный компонент является неотъемлемой составляющей смысловой структуры профессионально ориентированных текстов, к которым мы относим речевые произведения, посвященные различным аспектам той или иной отрасли или области профессиональной деятельности и предназначенные, если мы говорим о медийном контенте, и о статьях аналитических, которые мы чаще всего используем для работы со студентами старших курсов. Коллеги, да, я забыла, прошу прощения, сказать, что, конечно, я говорю о работе со старшими курсами, то есть со студентами, которые обладают достаточной и лингвистической, и коммуникативной, и предметной компетенции. Работа на младших курсах с эмотивным компонентом – это отдельная тема, очень-очень интересная и сложная, но отдельно я сейчас все-таки больше ориентируюсь на старшие курсы. Итак, возвращаясь к текстам, они ориентированы и предназначены как для профессионалов, так и для широкой аудитории, которая проявляет интерес к профессионально значимым проблемам. В концептной сфере профессионального дискурса наличие эмотивного компонента определяется двумя факторами. И я уже вынесла, хотела задать вам вопрос, но подсказала невольно, вынесла уже это на слайд. Два фактора – это существование профессионально релевантных компонентов, априори обладающих эмоциональной окрашенностью, и второе – контекстуально обусловленной эмотивностью, которую приобретают нейтральные по своей природе концепты в дискурсе. Вот в качестве примера первой категории, когда существование профессионально релевантных концептов априори обладает эмоциональной окрашенностью, я предлагаю рассмотреть концепт «toxic leadership». Это управленческий дискурс, сразу говорю, дискурс менеджмента, дискурс в основном организационного менеджмента, это политический дискурс, это сложный эмоционально окрашенный концепт. И он обозначает ряд характеристик, вначале вот вы видите на слайде его определение, ряд характеристик, которые закрепились в общественном сознании со знаком «минус». Мы видим тут «an apparent lack of concern for the well-being of subordinates» и так далее. То есть уже ясно, что несет негативную эмоциональную окраску этот концепт «toxic leadership». Очевидно, что он высокоинформативен, служит хорошим примером концептуализации эмоций в профессиональном дискурсе. Это сложный концепт, я должна сказать, он очень интересен, и вот насколько мне удалось просмотреть литературу, как ни странно, он служит предметом очень активного обсуждения, бурного обсуждения не только в научных исследованиях, в научных в том числе, но и в средствах массовой информации, «toxic leadership». Достаточно привести несколько заголовков, вот они идут дальше, здесь на слайде, чтобы продемонстрировать устойчивость данного концепта, который занимает свою нишу в дискурсах, которые я назвала. Его отрицательная коннотация, о которой мы начали говорить, подтверждается и поддерживается контекстуально. Посмотрите, в примерах мы видим термин, который репрезентирует этот концепт, находится в окружении лексических единиц, семантика которых несет отрицательные значения. Мы видим poisonous effects, мы видим destructive, мы видим contaminated environment, мы видим menacing, suffocating, poisonous cloud to destroy people. Вот, то есть все это создает определенную, тоже к тому же ауру поддерживает, так сказать, отрицательное эмоциональное ведро в семантике этого концепта. Итак, как все это может быть использовано в обучении иностранному языку, как языку специальности иноязычному профессиональному дискурсу. Вы можете выступать со своими предложениями. Или сначала я скажу, что можно с этим сделать, потом мы можем обсудить, как удобно. Я пока не вижу желающих, поэтому, чтобы не тратить времени, я скажу, что с методической точки зрения в данном случае может быть использовано следующее. Ну, начну с того, что, как мы видим, очень-очень часто этот концепт используется в заголовках. И поскольку он часто используется в заголовках, можно обратиться к процедуре прогнозирования и попросить обучающихся спрогнозироваться, предположить, о чем будет текст, отталкиваясь от термина toxic leadership, допустим. Во-вторых, можно поработать с антонимией, начиная от подбора антонимов на уровне лексических единиц и до разбора кейса с целью демонстрации, в чем заключается противоположный подход, то есть антонимию, так сказать, на уровне текста. И с этой операцией связано следующее. Операция сравнения, когда студентам предлагается провести сравнительный анализ двух стилей toxic и non-toxic leadership, или non-poisonous, innocuous leadership. Еще что можно предложить здесь? Здесь можно предложить завершить операцию problem solving, которая может быть основана на таком вопросе, как, например, что бы вы делали, если бы вы работали с токсичным лидером? What would you do if you had to work with a toxic leader? То есть можно попробовать вот такие задания дать для того, чтобы и закрепить в сознании студентов то, что этот концепт носит отрицательное значение, укоренить как бы его в тезауре профессиональные лексики наших обучающихся, и в то же время использовать для развития навыков коммуникации, иноязычной, профессиональной коммуникации, выражения, мнения, аргументирования и так далее. Коллеги, если нет предложений или возражений, и мы оставим обсуждение на потом, тогда я буду продолжать. Продолжаю. Итак, реализуюсь в дискурсе стилистически, переходим к стилистически нейтральным концептам, которые относятся сугубо к профессиональной сфере и изначально не несут никакой нагрузки эмоциональной, могут приобретать эмоциональную окрашенность, эмотивность. Данная тенденция наиболее типична для текста газетно-публицистического стиля, который преобладает сегодня в медийном дискурсе. Она обычно обусловлена отношением автора к проблеме, которая послужила предметом обсуждения. Вот я выделила на экран отрывок небольшой из аналитической статьи, которая была размещена в журнале или газете, как они ее называют, The Economist. И этот отрывчик поможет нам продемонстрировать, как позиция автора влияет на приобретение нейтральными концептами, коррелирующими в дискурсе с экономическими терминами, приобретение ими эмотивного компонента. Вот посмотрите, как вам видится этот отрывок в плане эмотивности, в смысле эмотивности. Я думаю, вы согласитесь, что выделены здесь нейтральные концепты, это экономический дискурс, как мы все понимаем, нейтральные лексические единицы, shareholder activism и integration, отражая замысел автора в контексте именно этой статьи, получают положительную коннотацию, а стоящие за ними концепты приобретают статус эмотивных. Посмотрим, вне контекста, согласно их словарным определениям, оба концепта не имеют эмоциональной окрашенности. Вот я привожу определения из словарей activism и integration, и, как мы видим, это абсолютно нейтральные термины из области экономики, которые, в общем-то, и не думают быть эмотивными сами по себе. При этом объективно, кстати, и тот, и другой может рассматриваться, вот эта вот их нейтральность допускает, их рассмотрение как с положительной, так и с отрицательной стороны. Посмотрим заголовки, то есть и тот, и другой может рассматриваться и в зависимости от контекста может рассматриваться как положительной и отрицательной, то есть приобретать и положительную, и отрицательную эмоциональную окраску. Вот, но в текстах, возвращаясь вот к этому отрывку, в тексте эмотивность данных концептов задается автором в самом начале абзаца, который содержит прямое указание на то, что оба явления оцениваются положительно. Да, автор начинает, он говорит о «Two things about European business both positive». И это далее подкрепляется приемом противопоставления, «Shareholder activism is increasing in a continent where until recently it was depressingly rare». То есть противопоставляется, да, вот сейчас положительный такой эффект, который оказывает это явление тому, что было раньше. И, безусловно, фактическими данными. Дальше идут факты, тем известные, которые людям посвященным могут тоже, могут эти факты оцениться как положительные, положительные точки зрения. Интеграция, интеграция в мировую экономику также видится автором как положительное явление. И поэтому ее углубление, «deepening integration into the global economy», а также такое явление, как слияние и поглощение, они здесь упоминаются, обычно очень по-разному оцениваемые специалистами, к ним очень разные отношения, может быть, и у специалистов, и у участников этих процессов. Но в этом контексте и оно рассматривается в положительном ключе, как способствующее расширению деятельности компаний, «expanding» мы видим, да, и как следствие ее становлению в качестве глобальной корпорации, «going global». То есть очевидно, что эмотивность, которая проникает в семантику нейтральных терминологических единиц, обладает коммуникативной значимостью, позволяет автору выразить личное отношение к явлениям объективной действительности. В ходе анализа профессионально ориентированных текстов, я перехожу к леду дидактического потенциала именно этого фрагмента, проводится выявление нейтральных концептов, которые приобретают контекстуальную эмотивность. Это позволяет нам делать что? Уточнить тональность текста, выявить отношение автора к обсуждаемому вопросу и, как следствие, что тоже важно, обсудить мнение студентов по поводу авторской позиции. Ответ студента на вопрос о тональности текста и авторской позиции должен быть обязательно обоснован, а это неизбежно приведет к анализу эмоционально окрашенных лексических единиц и стоящих за ними концептов. Вот операция, анализ отталкивается от таких заданий, как каково авторское отношение к рассматриваемой проблеме. Тут можно подсказать студентам для начала положительное, отрицательное, нейтральное и так далее. Возможно, длинный ряд, целый набор характеристик, которые можно хватить постепенно. И тут же обязательно, почему вы так думаете. То есть студенты должны будут, будут вынуждены обратиться к эмоциональным концептам, которые приобрели эмоциональную окрашенность в данном контексте. Дальше, а может быть с этого вопроса и надо начать. Выражена ли авторская точка зрения эксплицитно или имплицитно? И опять же, мы обращаемся к тексту и смотрим, какие концепты и какие лексические единицы позволяют нам судить об эксплицитности или имплицитности выраженности точки зрения автора. И, наконец, прямой вопрос о лингвистических средствах, которые использует автор для того, чтобы выразить свою точку зрения. То есть мы пытаемся выяснить здесь, во-первых, видно ли отношение автора к проблематике текста, выражено ли оно эксплицитно. Если да, то какими средствами. Дальше. Хорошо, мы поработали с этим текстом. Что можно еще? Можно попросить студентов, есть такие энтузиасты, я могу просто сказать, по практике общения со студентами старших курсов, можно их попросить найти похожие случаи выражения положительного или отрицательного отношения автора таким вот нейтральным, так сказать, явлением. И показать, как автору удается передать это отношение. Стремится ли автор навязать свое мнение читателю, агрессивен ли он, или он предоставляет читателю право выбора и сам отходит на задний план. Можно предложить несколько понятий или явлений на рассмотрение студентам. И задание поместить данное явление, что угодно, хоть даже integration, данное явление в контекст, который свидетельствовал бы о вашей положительной или отрицательной оценке. Как вы выразите ваше отношение к этому явлению, его принятие или неприятие. И, наконец, то, что можно назвать созданием эмоционально-оценочного контекста всего текста. То есть речь идет об использовании механизма амплификации, то есть наращивания цепочки эмоционально-оценочной лексики. Здесь методически важно обратить внимание студентов на окрашенность текста всего, его эмоциональный тон, а потом попросить студентов собрать все свидетельства в подтверждении того, что, например, тональность светлая, оценка положительная и так далее. Вот мы поговорили сейчас о концептах, которые выражены в тексте, находив прямое выражение в тексте. Но помимо концептов, имеющих эксплицитные выражения и закрепленную за ними эмотивную, так сказать, характеристику, например, economic growth – хорошо, хорошо, prosperity – тоже хорошо, poverty eradication – тоже положительно окрашенный концепт. Помимо этого, особый интерес, как мне кажется, представляют не эмотивные концепты профессионально ориентированного текста, которые способны вызвать эмоциональный отклик у обучающихся. Соответствующие им лексические единицы не несут никакой эмоциональной, эмотивной или экспрессивной коннотации, ничего. Обычно данный феномен бывает связан с ценностными ориентированиями, жизненными установками или прошлым опытом обучающихся. И в этом отношении весьма, как мне кажется, показательным является случай из моей преподавательской практики, когда нейтральные концепты из текста, я вот вижу, что Екатерина Прадай-Вада присутствует, автор учебника, то есть она этот текст знает хорошо, текст о women's empowerment, вот концепты такие, как, вот они здесь перечислены, women's empowerment, female power, female politicians, feminization of the workforce, то есть они не, в принципе, могут тоже рассмотреться, они нейтральные, вот они встречаются в тексте, посвященному вопросу, естественно, о правах женщин, они вызвали очень бурную эмоциональную реакцию женской, так сказать, половины учебной группы. Я за это ухватилась, и они послужили отправной точкой для очень оживленной дискуссии заинтересованных данной проблемой студентов. Какой здесь лингводидактический подтекст, так сказать, поняв заинтересованность студентов, мы можем вывести их за пределы текста в открытую дискуссию, что необходимо нам, и мы можем в то же время пополнить их лексико-тематический тезауроз. Вот в данном случае, в данном примере, мы дополнительно обсудили такие понятия, связанные с этой проблематикой и уже имеющие эмоциональную окраску несущую, которые могут быть оценены как эмоциональные, мы обсудили то, что относится к этой проблеме, но что не упомянуто в тексте, то есть мы вышли в открытую дискуссию, в открытое плавание, так сказать, и смогли привлечь и другие концепты, другие понятия, которые уже часть из них эмоционально окрашены, сыграв на, извините за такое слово, на личном интересе студентов, на их, повторюсь, ценностных ориентирах, их опыте, каким бы он ни был, на жизненных установках. Как мы уже говорили, эмотивность может проявляться в дискурсе по-разному. В некоторых случаях, на уровне, вот я перехожу к второму пункту на этом слайде, в некоторых случаях, на уровне ассоциаций, воспоминаний, вызывающих эмоциональный отпуск. И в этом случае показателем дискурс создания бренда или брендинг, которые традиционно относятся к маркетинговому дискурсу. Я думаю, что здесь есть и преподаватели, которые занимаются дискурсом маркетинга, пиар, рекламой, и, наверное, им это будет интересно. Как мне кажется, это самый сложный случай, но он заслуживает рассмотрения тоже. Я несколько слов скажу о том, что такое бренд. По природе своей он представляет когнитивное явление и определяется сегодня как набор эмоций, воспоминаний, ассоциаций, историй, взаимоотношений, что обеспечивает приверженность потребителя торговой марки. Бренд существует в сознании потребителя, что и обусловливает его эмоциональность. Ошибочно полагать, что современный брендинг связан с завоеванием доли рынка. На самом деле он заключается в обмене эмоций. По наблюдениям специалистов, сейчас многие компании пользуются как раз этой информацией. И в этом смысле показательные результаты проведенного исследования под названием «Сделано в Японии». Это будет антипример. В ходе этого исследования были опрошены около 300 молодых специалистов из Лондона, Нью-Йорка и Токио относительно их восприятия японских брендов. И признавая, что марка «Нейбин Джитэн» ассоциируется с высоким качеством, особенно технических товаров, надежностью, инновационностью, респонденты все-таки отмечали, что японские бренды лишены эмоциональности, а это не позволяет причислить их к статусным брендам, и поэтому они не стоят заплаченных денег. Вывод исследователей будущее за эмоциональными брендами. К этому приходят авторы опроса, авторы исследования. Необходимую эмоциональность могут японские бренды приобрести как? Если их создатели обратятся к японским традициям, допустим, музыки, образу жизни, и вот удачный пример мы видим это пример на сайте бренда Орифлей. Как раз эти моменты и учитываются здесь за счет использования целенаправленного использования информации, которая подтверждает лозунг Швеции есть чем гордиться. Привлекательность бренда зиждется на чем здесь? На знаниях потенциальными клиентами и культурных и других реалий страны и это для нас тоже важно. Культурологический аспект, национальные особенности какие-то на сайте здесь упоминаются звезды мирового кино шведского происхождения, такие как Грета Гарба, Ингют Беккл, группа Аба, не менее легендарные Эйсо Бейс, детская писательница Асфетлинген, Карлсон, которая живет на крыше. Они собрали все, здесь и Альфред Мобель, то есть абсолютно все, все эти факторы обеспечивают заметное присутствие Швеции на мировой арене и таким образом происходит перенос по ассоциации. Мировое признание страны переносится на один из ее брендов продукцию компании Арифа. Я еще раз повторю, что вопросы создания бренда, его репрезентации, особенно в дискурсе, это тоже профессиональный дискурс, это тоже профессиональная коммуникация, это маркетинговый дискурс, поэтому я очень рекомендую, это хорошо работает преподавателям, которые имеют дело с маркетологами, специалистами в области рекламы и пиар, учитывать этот аспект. Но при этом надо привлекать широкий контекст уже, который опирается на национальную культурную специфику страны, происхождение бренда или стран рецепиентов, в которых предполагается внедрение бренда. И, конечно, с дидактической точки зрения обучения здесь в обучении напрашиваются задания творческого характера, понятно, такие как найдите, проанализируйте другие эмоциональные бренды, определите, за счет чего достигается их эмоциональность, разработайте стратегию бренда, используя национальные символы страны, его происхождение, что тоже для нас ценно, и, я думаю, работает на ту же цель. И, коллеги, еще о чем мне хотелось подсказать, это эмоциональность и креализированные тексты. Но я сразу оговорюсь, что сейчас принято две формы креализированные и креализованные, но я такое тоже мини-исследование провела, креализированным отдаются предпочтения, они чаще подбираются, поэтому я здесь использую слово креализированные тексты. Итак, сейчас вообще принято уже говорить о полимодальности медийного контента, или другой терминологии его поликодовости, и это как раз и находит выражение в креализированных текстах. Анализ материала подтверждает предположение о том, что в креализированном формате основной эмоциональный нагрузок несет на себе все-таки вербальная часть профессионально ориентированного медийного, мы сейчас о нем говорим, дискурса, его коммуникативной задачей является воздействие на цепи. Вторая невербальная составляющая реализированного текста профессиональной направленности обычно играет поддерживающую роль. Что мы видим в первом случае? На первом примере, я надеюсь, не очень мелко и можно рассмотреть. Тут в тексте говорится о возрождении экономики после снятия в Англии, после снятия ограничений. На фотографии мы видим плакат, который приглашает всех посетить сад, который будет открыть 12 апреля. Это день частичных снятия ограничений, если мы помним наше совсем недавнее прошлое. И положительных эмоций, конечно, здесь добавляет солнечный фон на этой фотографии. И сочетание вербальной и невербальной эмоциональности дает, как сейчас принято говорить, синергетический эффект, который безусловно усиливает трагматическое воздействие на рецепиента. И что бывает очень интересно обсудить на уроке. Так, еще и потому, что вот такого соответствия, как мы видим здесь, такая вот оптимистическая картинка, и хотя бы возьмем даже заголовок вот такое встречается не всегда. Я перейду ко второму примеру. Вот, коллеги, что вы можете сказать по поводу этой фотографии, да, с точки зрения ее эмоциональности или, если хотите, эмоциональности. Она сопровождает интервью бывшего до 2019 года, вот он, министр Великобритании по делам Европы и Америки. Вот спросить студентов, и что тут можно сказать, как вы думаете, что он скажет в своем интервью? Да, обманчиво на самом деле создает впечатление эта фотография о его эмоциональном состоянии во время пребывания на посту. Потому что слова, которые он произносит в интервью, говоря о том, как он вел дневник в течение всей своей работы в качестве министра, как ему было тяжело, и что за человек Болиса Джонсон и характеризует он его с разных сторон, и он всегда положительно отзывается. Так вот, эти слова, которые мы читаем в интервью, они противоречат атмосфере беззаботной такой веселости, которую мы видим на фотографии. И с точки зрения работы с таким текстом можно предложить студентам задание прогностического характера, предположить, о чем будет интервью, как министр может характеризовать свою работу и своего коллегу Бориса Джонсона. Здесь они выглядят друзьями в такой дружеской обстановке. Министр надел парик, имитирующей прическу Бориса Джонсона. Так вот, прогностическое такое задание. О чем это будет интервью? Сравнить их предположение с тем, что они прочитают в тексте и попросить объяснить это расхождение. Коллеги, я не буду утомлять вас. Далее мы рассмотрели с вами пять наиболее типичных случаев проявления эмотивности в текстах, которые принадлежат различным профессиональным дискурсам и тот потенциал, который несет эмотивность профессионально релевантных текстов в плане лингводидактики. Если у вас будет что-то, что вы хотели бы сказать, чем поделиться, свой опыт, свои какие-то наработки, я прошу вас присоединиться к дискурсу. к нашему дискурсу. Спасибо большое за внимание. Приглашаю вас к обсуждению. Пожалуйста, то хотел бы высказаться. Я знаю, что Светлана Леонидовна здесь, она чрезвычайна у нее пара, но тем не менее, она хотела бы поучаствовать в нашем обсуждении. Давайте дадим ей слово тогда, если вы не возражаете. Пожалуйста, Светлана Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо заинтересный доклад. Мне бы хотелось проэлитрировать и ваш опыт, ваши анализы, но на своем примере. Мне бы хотелось проанализировать мотивный потенциал, который весьма интересен не только нам, как инвестистам, но и людям, которые занимают обучение иностранного языка и студентам. Тоже предоставлять весьма интересный делать такой материал и работать с ним. Мне бы хотелось обратить внимание на дискурс устойчивого развития, который интересен тем, что он вбирает, он обновляет несколько дискорций экономических, социальных, экологических, бюджет технологических и делается в том, что эти ювелирные действия используют в языке параллельно, они не просто существуют, в азиции. И в азиции мы получаем очень интересные явления, как гибридные концепты, которые связаются в языке. А в кроме того, в развертывании данных дискурсер принимаются части представителей разных профессий, это могут быть экологические, психологические, медицинские, менеджеры. Поэтому для наших студентов, которые обучаются по данным направлениям, наверное, тоже было бы интересно посмотреть на такие тексты. Более того, я могу сказать, поскольку проблемы весьма охранные, это сегодня в различных университетах предоставленные дискуссии, так как в учебниках иностранного языка мы можем увидеть роти, посвященные данной тематике. Поэтому это видение можно обсуждать с разным сторон, и как раз именно эмоциональный аппет этого дискурсия и концепты, который представляет этот дискуссий, на мой взгляд, представляет весьма интересный. Я подкатываю примеров, я бы хотела сейчас поделиться секунду с вами. Я прошу прощения, Светлана Леонидовна, пока вы настраиваете, появилось сообщение, Ольга Дмитриевна, что плохо слышно, звук уходит в сторону, мы можем что-то сделать с этим? Сейчас попробуем. Постарайтесь, пожалуйста. Теперь отлично. Да, Светлана Леонидовна, давайте попробуем еще раз выступить. Так, что, совсем не было слышно видно ничего? Нет, было слышно, просто уходит в сторону звук, чуть-чуть, просто микрофон поближе, хоть он и с вами. Да, плохо слышно, не устойчивая связь. Нет, там не со связью, просто чуть-чуть микрофон поближе, потому что в сторону уходит звук. Ну, совсем же, вот так. Да, вот так другое дело. Идеально, идеально, Светлана Леонидовна, сейчас. Хорошо. Так, замечательно, спасибо. Светлана Леонидовна, опять плохо слышно. Держите прям рукой микрофон. Вот так держите, да, и говорите. Не двигаюсь, все, сижу. Видели такие выделения, которые появляются в текстах в речи, как Green, 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 еще могут рассматривать в речи. Только не реально, хотя и есть весьма эмоциональная окраска серьезная, да, но при этом они подают определенный тон произведение произведение лечит, которые мы оценили. Я бы хотела приглашать вам вне доказательства изделений и вместе с вами проанализировать. Если мы следующий слайд, предупреждение обновляем 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 конферты, которые являются такими гибридами. Это такой конферты, например, как эко-сайд, они не очевидны сразу для выделения. что же из себя представляет данное явление, то есть не декабрируется значение данного явления. Поэтому для студентов вообще интересно как они образованы, и мы видим такие явления, например, экологические полурикушки оборудования, которые используются для того, чтобы быть в тренде, но при этом оно не дает какой-то эффективности, то есть оно не является эффективным. Деньги, затраченные на него были потрачены пустую. Или такое явление как для студента интересно было посредством образования клиентов и среди которые по продаже экологически чистых продуктов. эти введения являются и смысл образующими само и дискуссии образующими и именно таких эффектов, где встречаются подобные явления, они могут быть одной точкой для дискуссии. во-первых, для того, для того, чтобы обсудить какое-то новое явление, которое существует в речи в данном республике. важное данное не заключается как первое и функционирует аминус и определенную максимальную окраску и придает обозренный тон в произведении. Ребята могут читать как явления, как например конверция значения тени, например название явленности обычной частотной но в дискуссии у до чего развития оно приобретет другое явление общество не просто контекстуальное значение как отдельный текст, именно в этом дискуссии будет использовать исключительно с значением того хотелось привести такой интересный пример это два цепка параллельно может может быть как vertical farming особые технологии сельского хозяйства для земельных которые складывают минимальные различные на окружающие среду если значение этого концепта угадывается то при сочетании с основным скайпом оно превращается в эмотивное скайп 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 файминг уже мы получаем другую археологическую составляющую мы уже говорим о том что это не просто оригинальное явление но это ценностное приобретение для современного сельского хозяйства экономики наверное интересным был концепт такой модуль весьма популярный службы очень часто были официальных явлений в поддержку человека но особо здесь может озадачить читающего в контексте всего цел это поддержка как это это по какой-то компонент и предприятие перед товаром который является политически чистым если мы видим чёткий эмоциональный окрас в то же время некий фактор и нас требует действовать именно покупать продукты и поддержать данного производителя весьма правило это очевидный трагматический эффект интереснее такое явление как плана совершенно неожиданное явление казалось бы на первый взгляд весьма реальный но это природное явление текст которые вызваны не скромные воздействия человеком окружающим следователем к нашим культурными ресурсами верными действиями как данные наносят произведения в текст они придают значимость самому произведению и самому делению и мотивируют на обмен мнением не только как но и как можно использовать в обучении иностранных языков и еще один момент который мне бы хотелось подчеркнуть это возможность обучить и распознавать эти явления выявились что наиболее продуктивными моделями является сочетание со способами «green» то есть «eco-friendly» «renewable» весьма другая тема прилагательная для контактов подобных типа «re-sustainable» Ярким пожалуй наверное это что интересует «green» «клаудпинт» 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 знакомые которые используют пользователями одновременно то есть при сочетании со словом времени это программа уже не устройство а это программа которая позволяет экономить средства внимания какие-то распределения которые позволяют получить доступ к документу используют его одновременно но виртуально вот такие деления например они будут с одной стороны легко осознавлены в контексте а с другой стороны как раз мы можем почувствовать отношения автора когда он входит в речи и это может доказировать что дает дает намерение читателей или слушающих показать то как играет на место читания как они дают точность тому о чем говорит автор показать что именно эти небольшие вымогательные дают оценку этим ведениям которые которые подлежат в другой культуре то наверное очень встречаются наши задачи а вот она дает нам интерес и тоже дает точку новых форм работы на занятиях об этом я хотела рассказать спасибо пожалуйста коллеги если есть вопросы пожалуйста задавайте могу я задать вопрос конечно Викторовна Светлана очень интересные выступления просто потрясающе Светлана Леонидовна а вот насколько вот меня там привлёк пример где про технологии я забыла термин и технология была достаточно нейтральная вот табличка по-моему третий слайд ну ладно сейчас не буду тратить наше всеобщее время а насколько именно контекст вот был играл роль когда вот с таким как экоблинг все более ясно заложенная внутри единицы лексическая а вот именно когда мы говорим там было про какие-то именно чисто технологии и вы их расценили ну что они имеют это было именно из контекста и то о чем вот как раз Ольга Викторовна говорила в своем выступлении или же это все-таки заложенная в словаре вот там по-моему вот и vertical farming и так далее можно вот как раз прокомментировать спасибо спасибо всем за вопрос дело в том что действительно очень интересно с одной стороны вот эти явления которые представлены сегодня которые мы говорили они действительно были диктированы в словарях и достаточно недавно они появились в последние десять лет они уже получили графическую фиксацию в словарях контекста конечно же влияет роль играет роль изначально конечно до фиксации они функционировали в контексте и придавали определенные эффекты направлены весьма прагматические цели то как надо делать или то как не надо делать и соответственно за счет этого и меняется значение например как контекст будет способствовать смене значения и при этом да именно в контексте с другой стороны в течение уже имеет значение это слово само слово может оказывать влияние на концепт и выказывать прагматический поступок говорящего спасибо 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 большое спасибо большое спасибо за вопрос коллеги еще какие-то вопросы или идеи связанные с сегодняшней тематикой пожалуйста присоединяйтесь к обсуждению у нас осталось уже не так много времени давайте воспользуемся этой возможности пожалуйста Нина Алексеевна да 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 большое спасибо вам за очень интересный я бы сказала очень актуальный такой вопрос по актуальной весьма проблеме вопрос в следующем вот вы справедливо указываете что эмотивный компонент является очень является субъективным понятием и с одной стороны а с другой стороны оказывает очень большое воздействие на читателя вопрос вот в чем как стимулировать у студентов фоновые знания чтобы избежать того чтобы текст производил манипулятивные действия на них вот эмотивный компонент очень широко используется в манипуляциях всевозможного рода вот как помочь студентам вот избежать этого воздействия манипулятивных да Нина Алексеевна спасибо большое отличный интересный вопрос но вы знаете мне кажется может эти коллеги сейчас присоединятся и выскажут какое-то другое мнение мне кажется только за счет постепенного анализа постоянного да то есть не оставлять это если вы приучаете студента к тому что определенные эмотивные единицы могут служить целям манипуляции давайте проанализируем давайте посмотрим да то только вот этот вот такой скрупулезный анализ поможет в конце концов выработать у них навыки вот такого вот внимательного чтения и понимания того адекватного я бы сказала понимания того что они воспринимают единственное что мне хотелось бы сказать что эту работу нельзя запускать или делать от раза к разу то есть это хоть немножко но надо все время последовательно этому уделять внимание потому что я считаю что это выработка выработка вот такой привычки сродни очень тщательный скрупулезный анализ каждого контекста я это вижу так вы абсолютно правы конечно анализ очень многое нам показывает и именно через анализ мы можем понять но через анализ мы понимаем точку зрения автора и воспринимаем ее вот через эти эмотивные компоненты а как противопоставить себя этой точке зрения если вы в общем то как понять что вы можете быть против этой точки зрения вот это вот очень сложный на мой взгляд момент коллеги здравствуйте а можно я вас дополню конечно очень хорошо это совершенно потрясающий вопрос я вот уже десять минут о нем думала меня зовут Сидорова Татьяна Борисовна Мгимова Одинцова как мы поступаем вот в этой области мы когда мы анализируем тексты мы никогда не рассматриваем что такое позиция автора кто такой автор это индивид а мы всегда делим рассматриваем автора с разных позиций он рассуждает как кто как член какого сообщества допустим как принадлежащие какому-то группе интересов или как мужчина из какой позиции делается суждение то же самое и студент то есть студент это всего лишь одна позиция присущая индивиду он может делать суждение из позиции там женщины из позиции парня из позиции члена какого-то сообщества может быть формального неформального и здесь нужно понимать а когда вот например студенты вот мы им задаем вопрос а что вы считаете какого каково ваше мнение и они очень часто обречены на такое конфликтное обсуждение но как только мы начинаем разделять позиции а вы из какой позиции делаете суждение вы смотрите на эту проблему как например как представитель женского сообщества тогда мы понимаем вашу точку зрения а посмотрите на этот вопрос из позиции допустим студента университета НГИМО а посмотрите на как представитель студенческого сообщества и у них происходит И когда есть это понимание, из какой позиции автор делает суждение, это очень важно. Потому что очень часто у личности бывают противоборства внутренних позиций. Как женщина я считаю так, а как политик я считаю иначе. Как представитель политической партии я несу интересы своей партии. Очень часто они противоречат моим собственным. И это либо видно в речи, либо это имплицитно, либо я мастерски это скрываю, либо что главным образом мы должны сделать. Мы, слушая автора, должны понять, каков его интерес политический, личностный и так далее. Это очень сильно нам помогает понять и уйти от этих манипуляций. Вот я хотела бы вот так вот прокомментировать. Спасибо большое. Спасибо большое, коллега. Это именно то, что я имела в виду, когда я вам рассказывала, так называемые случаи из практики, говорила о том, что работа с такой лексикой, с таким дискурсом, эмотивной лексикой, профессиональной дискурсией, я хочу это подчеркнуть, связана с ценностными ориентирами и жизненными установками, или прошлым опытом обучающихся, или, так сказать, современным опытом обучающихся. Это именно я и имела в виду. Да, безусловно, конечно. Потому что у разных позиций могут быть совершенно разные ценности. Коллеги, да, коллеги, разрешите. И здесь, конечно, можно и ролевую игру тоже использовать, по сути дела, потому что вот это даже, скажем, дискуссия за круглым столом, когда они получают, допустим, роли какие-то, и идет обсуждение, и это продуктивно, по крайней мере, в моем случае. Да, был вопрос в чате, но, кажется, автор вопроса получил ответ. Ну, не совсем, потому что он немного в другой направленности был. Как научить студентов, во-первых, видеть другую точку зрения, понимать, что они хотят, и донести ее. Вот в этом, в общем-то, вопрос. А можно я попробую? Будучи под влиянием эмотивного фактора текста, они принимают точку зрения автора. А вот как сделать так, чтобы они все-таки могли противостоять ей? Не, Алексей, я, к сожалению, вот тут с вами чуть-чуть не соглашусь. Я бы не сказала, что студенты принимают точку зрения автора всегда. Всегда, но очень часто. И интересно как раз выяснить их точку зрения, потому что очень часто они выражают несогласие. Это критическое мышление, это критическое отношение к тому, что написано. Это то, что вот, наверное, меня поддержит Екатерина Дмитриевна, критический анализ текста. И как раз мы нацеливаем студентов на то, что они должны интерпретировать точку зрения автора, а не поддерживать ее. Поэтому вот тут я чуть-чуть бы не согласилась. И Александра Савельевна что-то хотела сказать. Да, у меня буквально короткий комментарий. Я недавно прочитала книгу Петти Маккорд. Это долгое время HR-директор компании Netflix. С момента ее, когда она была маленькой компанией, и вот как она стала гигантом. И там она говорила о том очень интересную мысль, которая, кстати, и очень работает на уроках. Могу поделиться. Значит, изначально идея была такая, что есть, например, два директора, которые поддерживают разные какие-то идеи, которые диаметрально противоположны. Руководство Netflix заставляло их вести panel discussion, но наоборот. То есть именно каждый из них должен был подготовить точку зрения своего оппонента. То есть как бы защитить ее. И это заставляло каждого из них, во-первых, встать в ботинки своего оппонента и понять, что в его точке зрения на самом деле. И таким образом они в итоге им удавалось. И это стало регулярной практикой. Что касается на уроках для нас, приблизительно вот такие истории, такой подход, он тоже работает. Только, конечно, это требует от того, чтобы студенты реально к этому подготовились. Да, но это уже другие моменты. Да, конечно, я хочу поддержать вот здесь вот Александру Савельевну и сказать, что практика такая уже существует. И опять я сошлись на учебник, который мы используем на старших курсах, да, Екатерина Дмитриевна, продай вода, где студенты должны принять участие в дебатах. При этом точку зрения, ну, ничего не поделаешь, они делятся на две команды. Одна за команду, за, другая против. И если даже твоя точка зрения не совпадает с тем, что ты должен защищать, ты должен принять на какое-то время эту точку зрения и до конца, так сказать, с тексту Йоганаса не выпускать из рук инициативы и продолжать поддерживать эту точку, понимая. Это очень хорошая тренировка, между прочим, и это связано, о, это очень длинная тема, с обучением аргументации тоже, аргументативного дискурса. И это связано с риторическим знанием, которое подразумевает не только знание средств, но и знание оппонента, умение его понять и так далее. То есть это влечет за собой очень интересную проблематику и очень предоставляет большие возможности. Коллеги, я вижу, что Шаврова Анна Владимировна хочет что-то сказать. Да, здрасте, коллеги. Я хотела бы добавить в комментарии Александры, извините, я знаю вашу отчество. Да, я хотела бы добавить, что также эффективным заданием в данном случае может выступать задание типа «Верю-не верю» как в устной, так и в письменной форме. Когда студенты, например, выбираются отдельные тезисы из статьи автора, и они выражают свою позицию относительно их. Также есть очень эффективная техника, называется дискурсивные тетради или дискурсивные ноутбуксы. Это производится в письменном виде, в виде таблички. Также выбирается какой-то тезис. Один студент дает свой комментарий, а другой комментирует его комментарий, согласен он с ним или нет. И тем самым подкрепляет как раз-таки свой ответ определенного рода фактами, аргументами, как из текста, так и из личного опыта и так далее. Мне кажется, вот так можно сформировать какую-то позицию по отношению к тексту. Спасибо, Анна Владимировна, большое. И мне кажется, Ирина Эдуардовна хотела что-то сказать. Ирина Эдуардовна, да, но вы в таком у меня, в углу моего экрана. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле, уже коллеги практически все сказали. Маленькая реплика только. Вообще эмотивность каких-либо лексических или грамматика лексических единиц – это отлично. И использовать на занятии эту характеристику прекрасно. Я не вижу ничего плохого. Вообще в манипулятивности и эмотивности этим нужно пользоваться. Таким образом, мы и сформируем точку зрения у студентов, особенно у тех, у которых эта точка зрения отсутствует. Мы даем им возможность как раз почувствовать себя в роли абсолютно разных членов каких-то переговоров. В экономике неважно, какая сфера. Более того, таким образом, работаем над художественным дискурсом. Это тоже очень успешно происходит. И умение создать собственный текст с определенным зарядом эмотивности – отличное задание. Прекрасное задание. Спасибо вам, Ольга Викторовна, за такую чудесную тему, которую вы подняли. Если разрешите, хотела добавить. Можно? Пожалуйста, коллеги, у нас одна минута. Одна минута осталась. Мы должны заканчивать. Да, пожалуйста. Тема чрезвычайно актуальна, очень интересная информация. Мы подходим в плане анализа текста с точки зрения ситуации. То есть выделяется субъект оценки, субъект эмоций и адресат или объект воздействия, а также причины, источники, обстоятельства и несколько уровней. То есть автор и читатель, с одной стороны, ситуация, которую они описывают, это другой уровень и протиспанты. А также уже потом над этим те, кто читает, это студенты. И всегда учитывается социальный статус, социальные характеристики, параметры всех участников, всех протиспантов. И это облегчает анализ ситуации, с которыми сталкиваемся в публицистических, в различных текстах. И стараемся найти какие-то языковые маркеры всех этих позиций, обсуждая это со студентами, которые тоже имеют определенные гендерные, самые различные отличия и статусные. Тема очень интересная. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Кто-нибудь хотел бы высказаться еще? Ну что ж, тогда я должна сказать наше время и стекло. Мы должны с вами попрощаться. Я благодарю всех за участие. Я надеюсь, что это какие-то хотя бы оставит у вас эмоции нашей встречи, мысли, впечатления, о чем будет, о чем подумать. И вполне возможно, что мы еще с вами встретимся на этой площадке и продолжим наше обсуждение. Я еще раз благодарю всех за участие. Спасибо большое. До свидания. Всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо большое, дать себе интересный доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.